Зинджир Небольшая колонная зала, по кругу деревянные окна и двери. Почти все они закрыты или ведут в пустые комнаты. Так сейчас выглядит средневековое мусульманское духовное училище Зинджирлы Медресе. Своё название учебное заведение получило от слова «зинджир» – железная цепь, подвешенная над открывающейся внутрь дверью. Сделано это специально, чтобы входившие в храм мудрости почтительно склоняли головы. Железная цепь сохранилась с начала XVI века, а вот двери и решетчатые окна – работа современных мастеров. Войны Медресе не пощадили. Реставраторы до древней постройки добрались только в 2006 году. Вручную перебирали и восстанавливали купола, крышу и пол. В ходе реставрационных работ на стенах этого помещения были выявлены вот такие вот уникальные, интереснейшие надписи на арабице. Вот здесь можно увидеть кусочек. Вот там, если мы пройдем дальше, то тут целое четверостишее сохранилось. Написаны они на персидском языке. И это подтверждает тот факт, что здесь обучали не только арабскому языку, не только еще родному языку, но еще и его персидский язык. Работы длились три года. Было непросто, но мастерам удалось частично сохранить внутреннее убранство мусульманского храма знаний. В каких цветах было выполнено все внутри? В светлых тонах, светлых, оно даже видно. Вот этот голубой, известковый на бел, он гораздо сделан позже уже. А вот то, что было ранее, вы видите, да, вот зеленый, он чуть еще, он раньше сделан. Поздние относятся вот к голубому, а ранние можно увидеть вот на куполах, они были светлые. То есть они были побелены. Один из самых значительных университетов крымского ханства. Строили медресе в 1500-м под покровительством хана Менглигирея. Уроки там давали с начала 16 века вплоть до 1917 года. Правда, только для мальчиков. Какие предметы здесь преподавали? В основном юриспруденция того времени. Конечно же, правописание, обучение духовным знаниям. Плюс ко всему этому математика, астрология, астрономия, медицина. Все выпускники знали арабский и турецкий языки, а с 1868-го еще и русский. Татьяна Балыкина, Алимбелиев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова